Всем привет, ребят! С вами на связи Буддаев Анатолий и в этом ролике мы будем продолжать с вами разбирать работы, так что подписывайтесь вот сюда. Оставайтесь на канале и продолжаем. Приступаем к очередному разбору. Первое, что меня смутило, это укладка. Волосы из топ-зоны имеют абсолютно другую текстуру после укладки, нежели вот эта часть. Просто присмотритесь. Топ-зон у нас блестит, боковая часть у нас матовая. К блеску я отношусь не очень, поэтому и не укладываю, клиенты это не особо любят. Чаще всего у нас матовые укладки идут. Смотрите дальше, следующее, это мне не нравится, забритый лоб. То есть, не поймите меня неправильно, вот эти штуки можно выбривать, но здесь я тоже немного неправильно сделал, но к этому потом пойдем дальше. Но сбривать щетину, вот эту часть, нельзя. То есть, нужно оформить рядом с краевой. Здесь я вижу, что волосы перенаправляются, возможно, вихор. Если честно, то я бы скорее сделал ему и ракес стрижку, чем сайд-парту такую. Но что поделать, допустим, клиент пришел и попросил, да, такое, то почему бы и нет. Но пробор всегда желательно уводить вот сюда вот, в лобную впадину. Это уже на крайний случай. Еще дальше вот сюда вот уже будет неправильно уводить. Это неправильно. Вот эта часть еще более-менее терпима, но, опять же, это играемся с огнем, так скажем. И что я замечаю, что в этой зоне, очевидно, просто прошлись насадкой. То есть, разница в длинах, очевидно, вот здесь вот и уже вот здесь вот. Следующий этап идем. Я уже понимаю, что с макушкой там проблемы, потому что она, возможно, не соединена. И поэтому она вот так вот подтарчивает. Следующее, что по переходу. Переход, конечно, тут акцента не было на нем, чтобы сфотографировать. Ну, вот эта зона меня не впечатлила. Думаю, здесь у нас все. Основные принципы разобрали. И еще, кстати, хотел сказать. В нашей технике мы эту стрижку стрижем так, что он может отчесать вот эти вот волосы из топ-зоны вот сюда вот. И у него не будет шапки, то есть все зоны соединены. Здесь у нас разница в длинах. То есть, разница в длине вот этой зоны и вот этой зоны. То бишь, он сможет носить только на пробор и на бок. Не знаю, выбривали здесь пробор или нет. Как я отношусь к проборам? Да, почему бы и нет, если клиент только готов укладываться на бок. Но мы должны понимать, что пробор он также отрастает. Поэтому его, конечно, желательно избегать. Но если попросили, то не нужно кривиться. Как бы можно и сделать. Ребят, мне кажется, что мастера любят переигрывать. Ну, даже если бы здесь было не сердечко, да. Ну, блин, ну как это выглядит со стороны, да. Нет, я не хейтер и я не осуждаю вот такие запятые, как у Дрейка, да. Это выглядит охренительно. Но, мать его, выбрить на топ-зоне вот такой вот рисунок, разукрасить его. Тут же даже в плане цвета он какой-то странный. Здесь сероватый, а здесь желтоватый какой-то намек на белое. Ну, ладно. То есть, ну, не переигрывайте, пожалуйста. Это будет ужасно. И смотрите то, о чем я всегда говорил, что клиент видит максимум. Видите, какую часть с переходом. То есть, он не видит, что сзади скрыто. И теперь давайте приблизим. И отчетливо посмотрим, что клиент увидит. Он увидит линию. Он увидит линию с одной стороны. И он увидит линию с другой стороны. Очевидно, здесь асимметрия. Просто присмотритесь. Вот этот участок, смотрите. И вот этот участок, смотрите. Видно, да, что здесь волос у нас больше, чем вот здесь вот. Ну, очевидны ошибки. Нужно их исправлять. Еще я хотел бы посмотреть на глубину окантовки. Мне кажется, с левой стороны ее нужно сдвинуть туда вот, левее. Да? То бишь, сейчас я обратно уберу. То бишь, окантовка должна вот так вот выглядеть. То есть, чуть-чуть поглубже. Ну, может быть, фотографии, опять же, это чисто уже придирки. Но по переходу здесь, я думаю, всем понятно. Не против я вот таких вот проборов, да, там вот так вот выбрить можно. Допустим, если мы креатив, да, стрижем. Но это, я считаю, уже переиграли, так скажем. И данную работу мы будем разбирать в фотошопе. Вернее, в снэпсиде я это дело делаю. Смотрите, давайте по окантовке сразу пройдемся. Вот видно, да, что она идет, 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 идет. Потом резко вниз. И потом вот так пошла. То есть, присмотритесь просто на нее. Она должна быть вот такой вот дугообразной. То есть, здесь у нас она какая-то квадратная. По-моему, так в какое-то время Тимати делал. И здесь очевидная ошибка. То, что борода пошла вот так вот вниз. А в этой зоне у нас просто щетина. Присмотритесь. То есть, окантовка на шее, вот то бишь вот здесь вот, должна совпадать с контуром вот здесь вот. Они должны быть параллельны. Здесь у нас параллели никакой нет. Присмотритесь. Здесь вот так вот пошло и здесь вот так вот. То есть, старайтесь выводить четкую симметрию. К остальному здесь вроде не придраться. Контур на шее сделан хорошо, мне нравится. Давайте идем дальше. Здесь меня уже смущает. Пытались приподнять объем, но явно не было засушки от корня, потому что здесь волосу залом задали вот в этой зоне. Поэтому некоторая часть волос, то бишь вот эта вот, она не ложится вверх, она просто теряет свой объем. А при укладке тем более. И задавать объем на такой длине, видно, что волос не длинный. Не имеет никакого смысла. Так, идем дальше. По переходу очевидно, очевидно, что здесь слишком темно. Я бы это дорабатывал однозначно. Я бы это дорабатывал однозначно. И в этой зоне, ну, слишком как-то светло, да? Далее, по поводу виска. У нас не сделан тейпер. Ну, вернее, он сделан, но сведение не очень, наверное. В этой зоне также у нас пятна есть. И эта зона, она как-то, не знаю, выглядит не очень. Смотрите, если вы делаете фотографии, то нужно всегда выбирать правильные ракурсы. Даже если эта стрижка пострижена красиво, ну, что у меня есть сомнения. Вот эти вот пятна, да, они, вот эти особенно, они не должны так выраженно смотреться. То бишь, даже если стрижка идеально пострижена, там могут быть небольшие косяки. Но их особо так и незаметно, так скажем, если прям не докапываться. Вот здесь они очевидны. Вот, ну, что еще тут отметить? Затылок мне нравится, как сделан. Только, так, ну, нравится-то я погорячился. Вот здесь вот, смотрите, я бы чуть-чуть больше объема бы задал, наверное. Если по силуэту описывать, чуть-чуть буквально. Ну, в принципе, да, окей, отличный затылок. Это уже чисто придирки. Ну, что, идем дальше и начинаем обрабатывать. На столе чистый лист, не искрится, но чист. Совсем белый, как снег, нет время отрить. Ребята, ну, вот такое вот видео у нас получилось. Я жду от вас комментариев, как вам ролик, вообще, интересно ли вам эта рубрика. Мне кажется, очень полезно для начинающих мастеров, да и даже для тех, кто уже давно стрижет. Через вот такую обработку фотографии мы действительно понимаем, где, какие пятнышки нам нужно убрать, где дочистить переход. В общем, это очень полезно. Так что оставайтесь, подписывайтесь, обязательно ставьте колокольчик. И до скорых встреч!